Замечательно всё. Так что у меня очень простой доклад, но уже точно не впишусь. Но тем не менее, он называется «Эволюция эмбрионального формообразования мозга амфибий». Ну, кажется, более заезженной тематики за последние 150 лет нет. На самом деле всё время амфибий сравнивают друг с другом и всегда все развлекаются очень сильно. На самом деле всё не так просто. Вот здесь три представителя амфибии – Бесхвостые, Хвостатые и Апода. Но Апода – это вообще отдельная песня, отдельная группа. Судя по всему, она состоит из двух различного эволюционного происхождения таких своеобразных специфичных образований. То есть это одна группа, которая сразу из воды перешла в почву и никогда никакими ногами не обладала и остались со всеми признаками архаичных первично-водных позвоночных. И следы у них под кожей. Там вертикально стоит рыбий чешуя, которая создаёт им некий наружный кожный каркас. Другая группа действительно имела конечности и утратила их вторично, уйдя в почву. А все остальные, то есть Хвостатые, Бесхвостые, там много тоже самых специализированных животных, которые обладают всеми теми признаками, которые мы, собственно говоря, эксплуатируем до сих пор. У них возникла вся система, например, двойного обоняния, вумернозальная система и основной орган обоняния, для того, чтобы отслуживать и воздух, и воду. Сложились многие системы аккомодации глаз, сложился прообраз нашей слуховой системы. То есть разнообразие велико, но тем не менее оно вписывается в некий набор стандартных объектов, которые используются в эмбриологии, в нейробиологии столетиями. То есть на них изучают, как всегда говорят, неруляцию, самую показательную. Ну вот посмотрим, какие эти неруляции на самом деле среди амфибий выглядят. И это в одинаковом масштабе снята неруляция химинахируса и маленькая неруляция большая – это ранодан сибирикус. Вот такое соотношение размеров и масштабов. При этом все время происходит неруляция, и там, и сям. При этом, как вы понимаете, половину зародыша на стадии неруляции химинахируса можно спокойненько запихнуть во внутрь крупной клетки радонан сибирикус, которая составляет 350-400 микрон именно на одной и той же эмбриональной фазе формирования нервной системы. Различаются они размерами, скоростью профилиферации, строения нейропители, скоростью и продолжительностью неруляцией, сегментацией, дифференцировкой. Все, кажется, идет похоже, но на самом деле абсолютно не так. Дело в том, что у амфибий существует три типа нейроэпителия, которые формируют нервную трубку. И поэтому все замечательные рассказы наших классиков, начиная с конца XIX века, о том, что неруляция – однотипный принцип, который лежит в основе единства развития всех позвоночных, является, скажем так, сильным преувеличением, поскольку даже механизмы формирования нервной трубки в разных нейроэпителях монослойным, многослойным и двухслойным идут совершенно разными путями. То есть морфогенез, а это значит и межклеточные взаимодействия, и механизмы кодирования позиционной информации, поскольку в этот период, как хорошо известно, из работающей Дельмана, геном одинаков, амплифицированные гены, которые накоплены были перед этим, распределены равномерно, и дифференциальная генная экспрессия еще далеко не началась, а клетки ведут себя совершенно по-разному. И это удивительно, поскольку командир как бы отсутствует. То есть мы или должны предположить некие трансцендентные явления, или попытаться искать более вменяемые объяснения. Как вы видите, здесь показаны нервуляции и в разных нейроэпителях, но и в монослойном, и в многослойном. Они идут очень сложно и очень по-разному. При этом информация, которая передается от клетки к клетке, еще раз подчеркну, она не носит системный характер. Если обращаться к истории, и модель Жиро-Мейнхарда, которая базировалась на теории Тьюринга активатора-ингибитора, она не работает, поскольку биохимических диффузионных процессов при нервуляции не находится. Единственное, что там есть контактная информация, которая передается при индукции хордо-мезодермой. Что же происходит? Вот здесь на простой картинке, предельно упрощенной, естественно, сводится три варианта нервуляции, которые происходят, подчеркну, в одной эволюционной группе. И зачастую происходят в близких семействах, а иногда и родах. Первая картинка – это то, что рассказывают во всех учебниках. Это нервуляция в однослойном нейроэпителе. Кстати говоря, у человека это именно так и происходит, как и, например, у глубоководных грибнезубых акул. Дальше двухслойные нейроэпители. Вам всем известны объекты, такие как синопус, левис или бореалис, в зависимости от того, с кем вы работаете, то есть порцевая лягушка, многие буфониды. Ну и многослойные эпители – это тоже в основном тропические животные. Это из дождевых лесов летающие лягушки разнообразные. Всякая-то красивая экзотика, в том числе ядовитая. У них эпителий многослойный. То есть, как видите, для нас что важно? Что эпителий-то разный, а результат-то один. То есть каждый раз заканчиваем нервной трубкой и обращаю внимание монослойным нейроэпителем, в котором интеркалируют, то есть входят друг в друга клетки, которые до этого, например, как у шпортцевой лягушки, принадлежали разным слоям. Эпи и гиподермы. Это, естественно, заканчивается, как всегда, плачевно, потому что существуют впоследствии и разнообразные системы сегментации. То есть есть сегментация, характерная для млекопитающих, и не шахаку в том числе. Есть так называемый птичий вариант, разработанный Берквистом, который построился на нейромерах, а потом оказалось, что вот эти все сегменты – это просто зона адгезивных контактов передней частью хорды, и никаких там нейромеров нет, это механические такие дуги напряжения. Ну и амфибийные, у некоторых амфибий происходит миграция через границы между отделами мозга. Пытались объяснить это гомеобоксными генами, но, как вы хорошо знаете, намного, думаю, лучше меня, из нескольких сотен этих генов, кодирующих, казалось всего, пяток, да и то они кодируют события, которые происходят после морфогенетического события. Ну, приведу пример. Классическая Нобелевская премия была выдана за то, что показана как бы сегментация нервной трубки в районе заднего продолговатого мозга в соответствии экспрессии гомеобоксных генов. Значит, лукавость в том, что гомеобоксные гены начинают экспрессироваться в хвосте мышки и инфекционно двигаются вверх. И потом останавливаются в соответствии с тем, как были расположены ромбомеры заднего мозга, которые к этому моменту уже исчезли. Никакого программирования, как вы понимаете, в этом нет, поскольку он маркирует только уже произошедшее морфогенетическое событие, которое так и оставалось довольно долгое время необъясненным. Если посмотреть на амфибий и на их неруляцию, то мы столкнемся с тем, что, собственно говоря, уже начинает проникать даже в учебники. Ну, я намекаю на учебники для врачей и медицинских университетов, в которых неруляция показана не на человеке, а на мышке. К сожалению, она радикально отличается. У мышки 4 нейропора, а у нас только 2. Поэтому использовать мышиные аналоги для моделирования рульционных и нормального развития патологии человека является гигантской глупостью, поскольку это несопоставимое явление. И для акушеров, в общем-то, нужно тогда специализироваться на проблемах медицинской помощи мышам, а не людям, поскольку законы совершенно различные. При этом покажу, что происходит при неруляциях близких амфибиям. То есть между собой амфибии. Есть хвостатый, есть без хвоста, есть достаточно архаичные по эволюционному положению, такие как Ранодан Сибирикус, или прогрессивные, как Тритрус, Карелине, которые являются высшей формой хвостатых амфибий. Есть обычная темпоралия, арвалис или жаба. Самое любопытное, что несмотря на эволюционную кажущуюся близость, неруляционные волны формируются в разных частях мозга и распространяются в разной скорости. То есть, иначе говоря, в основе даже такого консервативного события, как неруляция, лежат совершенно разные морфогенезы, которые делают это событие несопоставимым между собой. Если чуть-чуть посмотреть дальше, и мы с вами увидим реконструкции посленеруляционные, это 3D-реконструкции, сделанные до времени вылупления личинок из икринки. То есть это все события идут энергетически, я подчеркиваю, энергетически, на одном и том же субстрате, то есть запаска желтка. Так вот, пожалуйста, саламандра каусерлинги, то есть это хинобиус наш, очень популярный, и тритрусов ульгарис, который внизу. Как вы видите, даже постнеруляционные события, они морфогенетически очень различаются. Финал один и тот же. Мы видим 5 отделов мозга, глазки, ушки, носик, все как надо. Но процессы приводят к ним совершенно различные, и если не знать, чем это начинается, чем заканчивается, то очень трудно догадаться, что происходит. При этом морфогенетические события, они очень любопытны и консервативны. Подсчет объемов, например, зародыша, то есть объем всего мозга, и числа клеток показывают, что их количество с дикой скоростью увеличивается, а все происходит в одном и том же объеме. Поэтому вот эти все замечательные события, связанные с выпячиванием пузырей, формированием глаз, потом образованием бокалов и прочее, на самом деле происходят при одном и том же объеме клеток, которых просто становится больше, а они становятся меньше. Ну и возникает вопрос, вполне естественный, а как это отражается, фундаментальное событие сегментации мозга у разных видов на тот эволюционный процесс, который мы все время хотим проиллюстрировать, не руляться. В данном случае здесь представлено четыре вида амфибии, у которых деление на отделы мозга. Оказывается, что та самая консервативная сегментация, она происходит у всех по-разному. И я не буду останавливаться, но суть такая, что все заканчивается всегда пятью отделами головного мозга, но путь, который проходит у разного вида, нервная трубка, сегментируясь на отделы, а он совершенно различный. И никоим образом не совпадает даже у близких видов. Ну, пожалуйста, плюроделосы и три труса. У них, тем не менее, нервуляции происходят совершенно по-разному. Разным числом пузырей, например, здесь два, здесь три, и раньше разным выделением отделов мозга. То есть, налицо очень странное событие. С одной стороны, нервуляционные процессы, которые идут по-разному. С другой стороны, отсутствие детерминации генетической за счет того, что генетические изменения очень медленно накапливаются, появляются генетические каскады очень поздно. А в-третьих, различная сегментация и эквифенальность, которая каждый раз завершается тем, что на поверхности нервной системы, то есть нервной трубки, после того, как она только-только сегментировалась, это все очень быстрые события. Они так здесь реконструированы. На самом деле, речь идет о нескольких часах, зачастую между соседними стадиями. А это поверхность зелененькая, это нервные отростки. Дело в том, что именно они являются основой межнейрональных взаимодействий. Здесь вот они на серебре хорошо видны. Ну, можно маркерами, можно вводить маркеры внутриклеточные. Мы все это делали, это несложно. И отслеживать первичные нервные пути. Но самое главное, что даже нервные пути возникают по-разному. И здесь зона дифференцировок, нанесенная на латеральную поверхность трех видах амфибий, тоже показывает величайшее разнообразие. Таким образом, возникает вопрос, а как при такой эквифенальности кодируется позиционный сигнал? То есть что-то хоть общее объединяет, и общее действительно есть. То есть мы на самом деле, когда говорим о роли онтогенеза для реконструкции филогенеза, классическая старая формула, мы должны опираться не на, собственно говоря, структуру пространственную, той же самой нервной трубки, двух-трех пузырей и прочих учебных, смешных законов, которые всем хорошо известны, а на морфогенезы. То есть все эти события – это инструмент для того, чтобы создать форму, которая ни для чего не нужна и быстро утратится. То есть это некий провизорный механизм циногенетический, который нужен для того, чтобы в пространстве и времени распределить дифференциальную экспрессию генов. Другой цели нет, иначе следующие генетические каскады будут бессмысленными. При этом нужно решить массу проблем. Вот в данном случае преднереволюционный зародыш, и вы представьте себе, можно же убить несколько клеток, а на каждое тысяче делений погибает 5-6 клеток. Если бы была жесткая генетическая детерминация, у нас бы выпадали целые фрагменты мозга. Почему-то этого не происходит. А это означает, что есть совершенно иной механизм, который может выполнять функции активатора или ингибиторов в теории Тьюринга или Жиро-Мейнхарда, как вам больше нравится. То есть, иначе говоря, нам нужно ответить на вопрос эквифенальность и неуязвимость онтогенеза. Она с чем связана? С тем, что клетки быстрее всего должны откуда-то получать позиционный сигнал о том, чего им делать, как менять форму, когда гены у них одинаковые, а потом дифференциально экспрессировать гены как зонально в соответствии с своим положением. Как каждая клетка из, например, 150 тысяч может узнать, ну, я имею в виду 150 тысяч, среднее число на неруляцию амфибии, что ей делать, если найдется колбовидный, вересиновидный или квадратный. Никакой информации внутри нет, да еще ее все время могут убить. И, кстати говоря, хитрые японцы баловались этим делом, они выжигали до 60% клеток, зародыш становился маленьким, но полноценным. То есть, таким образом, если убивать не огромными кусками, а так через одну, то это все компенсируется. Оказалось, что для того, чтобы решить эту проблему, нужно допустить существование в тьюринговской модели активатора ингибитора, то, что ингибитором является геном, а активатором является пространственное межклеточное взаимодействие, которое построено по очень простому принципу тензора пуансона, если зародыша вот так вот растянуть вдоль, то он сожмется поперек. Но это достаточно понятно. И, соответственно, тогда на поверхности зародыша вы любую клетку можете закодировать уникальным вектором, который создает неповторимую систему координат. Оказалось, что для этого существует механизм. Существуют хорошо известные детально исследованные механо-зависимоионные каналы, которые как раз периодически активны в онтогенезе. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что они могут быть, ну, например, хлорными, как у некоторых видов хинобеид. При этом эксперимент контрольный, если сделать хинобеиды, хороши тем, что они могут развиваться при температуре близкой к нулю, можно опустить до 0,2 Цельсия, и тогда все активные процессы, в том числе считывание позиционных сигналов, прекратятся. И тогда никакой информации у клетки не получится, и тогда вы можете сделать с ней что угодно, она все равно не чувствует. Но при 20, через 5-7 минут хлорные эти каналы открываются, и начинается перезарядка мембраны, циклическая МФ, и дальше все, что вам хорошо исследовано и известно. Но почему такой длинный период нужен для считывания позиционного сигнала? Очень просто. Вспомните жабу-повитуху, у которой самец прикрепляет и круг задним лапом, и с ней скачет. Представим себе, что механо-зависимоионный канал срабатывали бы через минуту. То есть это было бы хороший коктейль из зародышей, а не развитие. То есть таким образом механизм защищен. Поэтому от одиночных ударов до формации и прочего-прочего, как человеческий зародыш на ранних стадиях, нейруляции, которые, кстати, происходят не в очень хороших условиях, защищены. Но если сделать всякие фокусы, а именно вот такой, взять и перепрограммировать простейшим способом потянуть за клеточки, подержать их 10 минут, а потом отпустить обратно, можно получить почти любую форму патологии. Анонцефалию, циклопию. В общем, по заказу можно получить, потому что клетки прекрасно считывают вот этот позиционный сигнал, который построен на механо-химических взаимодействиях. И, собственно говоря, реализуется модель Тьюринга. То есть как все это происходит? Здесь мембранка, а если вы ее деформируете, значит, что происходит за перезарядкой мембраны, и цикл гоняется. Естественно, что это не вечная система. Естественно, что не все на этом построено. После каждого цикла такие системы передачи позиционных сигналов снижаются. То есть, иначе говоря, реализация сигнала, считывание сигнала, они чередуются. Часть клеток каких-то погибает, это неважно, компенсаторика есть. Если вы убиваете клетку, она находится в поле, например, механического натяжения переднего мозга, ну, хорошо, у соседей упал вектор, ну, они поделились, компенсировали. То есть для этого не надо 150 тысяч сотовых телефонов внутри каждой клетки. Ну, и заканчивает все это локальная дифференцировка, которая происходит зонально, что позволяет в тех местах, где ее нет, продолжать эти самые морфогенетические циклы. То есть, упрощая до анекдота, можно сказать так, что морфогенетическая цепь регуляции эмбрионального развития начинается с большого цикла. И форма эмбрионального мозга и нервной трубки нужна для того, чтобы кодировать в пространстве во времени позиционный сигнал. Через кодирование позиционного сигнала запускаются регуляторно-генетические каскады, структурные гены, цикл повторяется. Чем дальше в эмбриогенезе это проходит, чем больше гистогенетических каскадов дифференцированных включается, тем меньше остается вот этого верхней части. И в конце концов, когда основной органогенез заканчивается, она исчезает полностью. Что говорит о том, что, судя по всему, сходство эмбриогенезов с зародышей, амфибий, несмотря на их достаточно большие разницы, построено не на внешней похожести, а на единстве механизмов морфогенетических взаимодействий между клеток, которые и запускают механизмы региональной экспрессии гены, а также регулируют форму, которая широко меняется в зависимости от размеров клеток, температуры и скорости пролиферации. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok